Сегодня разберемся, как сделать резервную копию кодов из аутентификатора для Microsoft. Microsoft — это зло, но зло почти неизбежно. Порой бывают ситуации, когда аккаунт в нем необходим, а во всяком аккаунте должна быть включена двухфакторная аутентификация. Что делать, если вы потеряли телефон с кодами? Об этом я расскажу ближе к концу, а вначале расскажу о том, что делать, чтобы это не стало для вас абсолютным шоком. И призываю сделать это сейчас, сразу после просмотра скринкаста. В аутентификаторе от Microsoft зайдите в параметры и здесь включите резервное копирование в облако. В аутентификаторе у вас должен быть код хотя бы от одного аккаунта Microsoft. И именно в этот аккаунт он сохранит резервную копию. Физически вы ее видеть не будете, но она будет там. В случае потери телефона вы устанавливаете Microsoft Authenticator и в самом начале внизу будет надпись «Восстановить из резервной копии» или типа того. У меня он просто не давал записывать экран, пока я не добрался до параметров. Но на втором экране тут видите кнопка «Начать восстановление». Дальше нужно авторизоваться. И тут забавно, он предлагает пройти двухфакторку в приложении. Но это возможно потому, что у меня оно стоит на втором устройстве. Вам может и не предложить, но даже если вы используете пароль, двухфакторку вам все равно нужно будет пройти. И тут остается только надеяться, что кроме приложения у вас подключены другие способы. Например, почта. Идеально, на мой взгляд, почту не использовать, а сохранить заранее резервный код. Это прямо должно быть правило номер раз. Всегда сохраняйте резервные коды. Все покажу сейчас. Но у меня тут есть авторизация по почте, на адрес пришлют код, вставили и все. Он восстановит все резервные коды, которые у вас были в аутентификаторе. Теперь зайдем в аккаунт Microsoft и также проведем ряд подготовительных мер. Значит, вам нужно зайти в «Мою учетную запись» и тут в «Безопасность». Предполагается, что телефон вы не потеряли еще раз. И это подготовительные меры. А значит, авторизуемся с помощью приложения. Тут расширенные параметры и вот оно. Все способы двухфакторной аутентификации. Первым делом, если вы еще этого не сделали, идете вниз и создаете код восстановления. Вот тут «Создать новый код». Код храните в надежном месте. Это выручит вас в любых самых сложных ситуациях. Дальше, если у вас есть резервный код или другой способ зайти в аккаунт, но нет резервной копии аутентификатора, а телефон вы потеряли, вы идете вот сюда и удаляете уведомления для входа. Ну то есть вы удаляете привязанное приложение, а потом заново добавляете второй фактор через приложение и заново сканируете QR-код приложением, установленным на новый телефон. Ну и собственно, если вы сохранили резервный код, я бы все-таки советовал отключить двухфакторку по почте. Зачем вам иметь лишние способы авторизации? Ну вот ряд простых советов, при соблюдении которых вы будете чувствовать себя относительно спокойно в случае потери телефона. Кстати, в описании ссылка на Shorts, где я рассказываю, как обнулить все данные на телефоне в случае потери. Ну то есть если у вас для всего есть резервные коды, вы сделали бэкап приложения для двухфакторной аутентификации и умеете удаленно стирать всю информацию с телефона, в случае потери для вас все пройдет достаточно безобидно. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.